так хорошо значит погнали дальше правила торговли и вот несколько важных правил которыми мы с алексеем хотели с вами поделиться и первый из них давайте такой blitz правило первый из них быть с трендом если он есть в течение дня это очень важно быть с трендом вам помогают трендовые формации которые в первую очередь относятся ретест предвестник тренда это важный момент и вот в основном найти вот у нас есть постулат дилинги у нас тут собирают один товарищ уже вся стена завешена это интересно там библиотека xelius в итоге там написано после гэпа жди продолжения такой простой емкое правило вот в основном так и происходит далее горизонтальные уровни сильнее наклонных в общем-то это к разговору о том от какого уровня лучше торгать ретест до от горизонтального куда лучше это все четко понятно куда стоп а по наклонный рынок может ползти долго называя ретест на самом деле формацию мы имеем ввиду признательный уровень априори поэтому горизонтальный уровень сильнее наклонных то что их они всем очевидно наклонную один так нарисовал это очень сложно казалось простая формация время было там до пробой тренды торговли по тренду исполнению очень сложно далее не прогнозируем рынок вот некоторые начинают рынок давай значит сейчас вот здесь будет разворот зайду заранее так далее все плохо заканчивается мы торгуем только по факту появления сигналов они на их ожиданиях совершенно верно рынки нелогичны реакция на статистику может быть и наоборот и вот тут вспоминается тот аналитик который сидит прогнозирует что сейчас ставку фрс там понизят цена пойдет вверх она идет вообще в другую сторону очень часто бывало как вам год-два лет назад по нефти по американской статистике выходила на предположительно рынке отыграли отрицательно то есть тут не угадать поэтому не нужно все прогнозировать вам завтра по рбк скажут почему она туда пошла за ночь уже придумают поэтому только по факту сигнала не нужно такие вещи торговать и прогнозированием заниматься далее вечером не торгуем и отдыхаем какой правило хороший мне нравится вечерка денег не дает знаете потому что там волатильность очень низкая вот вы посчитаете от хай до лоу волатильность за последний год на вечерней сессии вы поймете что там физически нельзя так же просто физически дальше как закрыли большой профит или убыток не лезем рынок сразу вот когда сна просто обсуждали спрашивали да потому что как минимум после одной даже хорошей прибыльной сделки надо отдохнуть иначе вы король мира и тут же рынок у вас как минимум половину отберет как там можно поэтому идем дальше вот часто задаваем вопрос какая статистика важны какая нет я вот решил сделать совместно с алексеем прям вам блиц анализ статистики текущей недели и выделив заранее какая важна какая нет поверьте вот не не все то золото что блестит как говорится да не вся та статистика страшная где три бочка мать и вот и не вся та наоборот не важная где 12 бочка да вот допустим вот один бычок у нас да там безработица один бычок да она так может выстрелить то есть смотрите кратенько внимание обращаем на статистику ту которая выходит из европы и сша это по странам а так вообще на макроэкономические показатели безработица ввп коэффициент безработицы далее значит рынок жилья сша далее запасы нефти но это такая международная стата у хотя выходит сша а также различные выступления то есть это главы государств это естественно собрание опек и это естественно выступление глав центральных банков которым относятся господин драги из ецб и джанет елен который скоро кстати сменит меня фрс а также не рекомендуется торговать когда не проводятся торги на западе потому что мы всегда были и есть хвост за собакой а хвост не может шевелиться если собака не двигается поэтому в этом локальной истории но настолько редки настолько прям вот и не не системно что даже мне не стоит у нас черная пятница закрытие в 13 00 ранее произойдет поэтому вот все и планируете себе выходные уже начинаю с часа дня